Три дня остается до завершения первой учебной четверти. Для учащихся пятой школы она значительно отличалась от других. Школьное здание в микрорайоне Обском закрыто из-за аварийного состояния и ждет капитального ремонта. А детей и педагогов временно перевели в другие учебные заведения. За лето была проделана большая работа, чтобы трудности, связанные с дорогой в школу, не отразились на образовательном процессе. Удалось ли, решил выяснить Максим Швец. Это утро он начал в школьном автобусе. Подожди меня! 8.00. Автобус со школьниками Запской, как всегда, прибыл без опозданий к городской гимназии. Организации доставки детей до учебных заведений можно только позавидовать. Хотя, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 7.00. Автобус уже готов к погрузке пассажиров. За несколько минут до отправки обязательная сверка на наличие всех учащихся и только после этого в путь дорогу. Те дети, которые не едут, отзваниваются нам как сопровождающим. По какой причине их сегодня нет. Сколько сегодня отсутствует ребят? Один. По болезни. На дорогу из отдаленного микрорайона до школы требуется около 20 минут. Все успеваем, все приходим вовремя, выезжаем вовремя. Во сколько приходится вставать, чтобы добраться? По-разному. В шесть. Лапочно встаем. Транспорт, на котором перевозят учащихся пятой школы, специально приобретался для этих целей. И значительно отличается от других автобусов. На всех сиденьях установлены ремни безопасности и ограничитель скорости 60 км в час. После 60 топливная система отсекает просто подачу топлива. И получается, автобус не может развивать скорость выше. Ребята спешат на уроки. За несколько месяцев обучения в гимназии они уже привыкли не только к новому расписанию, но и к новым классам приобрели новых друзей. Мне вообще очень нравится в гимназии. Мне даже больше нравится в гимназии. И ездить мне нравится. Даже странно, что нас очень хорошо приняли, что не было никаких разговоров про нас. Очень гостеприимная гимназия. Безусловно, не обходится без рабочих накладок, говорит директор пятой школы Наталья Пародня. Но нет нерешаемых вопросов. Главное, чтобы о них не умалчивали. В сентябре, пока у нас был адаптационный период, пока ступенчато у нас был составлен график перевозки, накладки были. Я скрывать этого не буду. Но после того, когда пришли все автобусы, когда мы перешли на основное полное расписание, на новый график движения автобусов, все эти накладки были урегулированы, сняты. Буквально неделю назад в социальных сетях появилась фотография, где дети занимаются в коридорах гимназии. Тут же посыпалось множество комментариев. Хотя, по мнению Натальи Викторовны, повода для беспокойства нет. Последняя эта история, это было просто недоразумение. Потому что кто-то на каком-то этапе не очень четко сработал. Оперативная информация не поступила ни в администрацию пятой школы, ни в администрацию гимназии. И не были предприняты меры для того, чтобы ежеминутно найти другой кабинет. Тем более, это вторая смена, то есть уже более свободный кабинет. С целью выявления проблемных вопросов или предложений по улучшению организации учебного процесса школьников микро-юновской начала свою работу горячая линия в администрации города. Линия будет работать в круглосуточном режиме по телефону 57070, добавочный 1020. Делаю это намеренно на уровне администрации города, чтобы именно здесь мы обладали первоисточником проблемы, могли связаться с человеком и урегулировать ее. Это не значит, что другие структуры, которые я курирую, управление образованием, либо образовательное учреждение, будут за что-то наказаны. Нет, конечно. У нас одна цель. Цель – организовать образовательный процесс до момента проведения ремонтно-восстановительных работ пятой школы и ее открытия на микрорайоне Апская. Ранее родители учащихся уже высказывали претензии по освещению автобусных остановок и большого количества бродячих собак. В итоге два комплекса уже оборудованы светильниками, еще один в процессе установки. Что касается бездомных собак, то их отлов в отдаленном районе уже начался. В планах на ближайшую перспективу еще большой объем работы. В десятидневный срок сотрудники управления образования должны провести анкетирование учащихся и выяснить, не возникли ли трудности у ребят с получением дополнительного образования в связи с изменением расписания занятий. Если такие факты выявятся, то для таких школьников планируется создать индивидуальный график. Мне хотелось бы, чтобы при любой возможности, при любой проблеме, при любом вопросе и родители, и дети приходили для общения, звонили и не пользовались социальными сетями. Потому что в этой части, когда читаешь комментарии, просто опасаешься того, что вспыхнут между детьми какие-то межличностные конфликты. А этого очень не хочется. Напомню, что телефон горячей линии в администрации города 57070 добавочный 1020 уже работает. Позвонить можно в любое время суток. Максим Швец, Григорий Волков, программа «Реместная». Максим Швец, Григорий Волков, программа «Реместная».